Когда мы делим все пространство возможностей на субъекты и объекты, то не получается ли там, что тоже есть пересечения? Или все-таки это было строго? Дело в том, что тут вопрос мы с вами не один раз обсуждали. Во-первых, вопрос определения. Если мы определяем субъект и объект друг через друга, что субъект это то, что не объект, а объект это то, что не субъект, то это получаются абсолютно патратектурные противоположности. Я не знаю другой возможности определить субъект и объект только как друг через друга. Ну, так же, как положительный заряд и через отрицательный заряд. Мы не можем никак определить. Мы можем определить, что субъект это я, а все остальное, не все остальное, а объект это то, что встречается в восприятии. Ну, тогда и получается, что я не объект. В восприятии я встречается? Нет. Мы никогда не можем указать на «я». Мы можем указать на тело. Да, я понимаю. На тело. То есть здесь, по примеру, на все, что я могу указать, является не «я» объектом. На все, что я могу указать. Что бы я только не выделил, что бы я не воспринял, даже то, что мне показалось, это «я». Но в момент восприятия поопределяют и становятся объектом. То есть по этому определению. И в этом смысле никакое самосознание получается в вашей формулёровке невозможно? Нет, вовсе нет. То есть в всякий раз мы будем схватывать только объекты? Нет, нет, нет. Здесь вопрос самосознания. Здесь есть немножко подмена понятий. Мы можем ощущать своё тело? Да. Так вот это и есть самосознание. То есть есть, скажем, но моё тело не есть моё сознание. Нет. Вот. И то, что я называю самосознанием, я не сознание ощущаю. Скажем, я ощущаю свои мысли, но мысли не есть моё сознание. Потому что самосознание, понятие очень такое, вообще сознание в чистом виде, самосознание. То есть это одно и то же. Но мы разделяем именно когда говорим, что я, например, вот рефлексировал сегодня, думал о себе, о своих поступках. Но это я не о сознании думал, о конкретных объектах. То есть когда, в любом случае, когда я что-то осознаю, это будет объект. Но часто мы эти объекты относим к сфере сознания и называем самосознанием. То есть когда я мыслю о своих мыслях, я не о сознании мыслях, а о мыслях. Но называю это самосознанием. Может, получается так, что как раз понятно, что такое объект. А субъект... А субъект... Не понятно, что такое субъект, наоборот. А это... да, это непонятно. Это всё, что не объект. Да. Всё, что дано. Есть ли там вообще что-нибудь? Ничего нет. Неправильно. Может быть, это может вообще пустое? Нет, нет. Можно сказать так, что субъект — это все объекты вместе взятые. То есть всё, что я могу воспринять, всё, что могу различить, это и есть я. Вот всё, что я могу воспринять... Нет, у вас должно быть так, что субъект — не объект. Не объект. А я не могу... Дело в том, что вот одно восприятие я могу отделить от другого восприятия. Одну вещь могу отделить от другой вещи. Но я не могу отделить полное восприятие от другого восприятия. Другого нет. И поэтому полное восприятие не является объектом. То есть полному восприятию всего полноты, всей моей действительности, ничего не противопоставлено, я не могу его различить, ничего другого. И поэтому это можно считать не является объектом. То есть моя действительность наполнена объектами, которые я различаю, но сама действительность, целиковая, она не является объектом, потому что я не могу ее различить, ничего другого. И она даже действительно субъектна. Вот так можно сказать. По определению, он не противоречит. То есть, когда я отрежуствляю полную действительность субъектом, это не противоречит определению объекта. Потому что она не является объектом, я не отличаю его от ничего. Даже от себя не могу отличить, потому что это вот есть все. Я есть все. Либо ноль, отчет системы координат, либо все. Полная совокупность. Но любое различимое, любое выделяемое является объектом. Поэтому объект и субъект, по мне, это абсолютные контратекторности. Просто это как раз в связи с этой проблемой, как раз очень важно. Выяснить все-таки это философский вопрос. Потому что он важен в принципе в построении философского. Как мы различаем субъект объекта? Так что путь с Бродобреем был такой, что изначально по форме я никак не видел, что он с парадоксом Расселым хоть имеет что-то общее. Потому что там множество включающих в самого себя. Еще каталогов там как-то понятно, а с Бродобреем нет. Ситуация бытовая, а там совершенно не бытовая. Множество, то есть это не абсурдная ситуация. А если сформулировать на уровне предикатов, то получилось, да? То есть здесь не важны множества, а важны предикаты, которые и они контрадикторны на множестве без множества всех множеств, и не контрадикторны на множестве при включении множества всех множеств. Ну это опять же не влияет никак на арифметику, математику, на все, что там было сделано в теории Норреса, но просто объясняет, откуда это возникло. Ну вопрос можно, а зачем это вообще утверждение? Я есть все. То есть это, ну, оно изначально, ну как, неверно. Почему верно? Я есть все, что я воспринимаю. А, в смысле? А для вас есть что-нибудь, то, что вы не воспринимаете? Не, ну как? То же, опять-таки, есть или объект, или субъект я, или все остальные, тогда о чем я есть все, это значит, тогда противоречит самому определению этого я. Нет, не противоречит. Не противоречит. То есть, если я могу найти не объект, который я... То есть, если мне стою задачу, вот, что-то я воспринимаю, найти, где находится субъект, вот, как мне его понять, и, скажем, либо так, я его вообще не определяю, это вообще ноль, ноль, ноль. Либо, если я хочу понять субъект, то единственное, что с ним может быть... Любая частная вещь может отчислиться субъектом? Нет. Но, с другой стороны, мы понимаем, что у субъекта есть некая полнота. У нас противоречие такое. С одной стороны, субъект ноль, начало системы координат, мы ничего не можем сказать. А, с другой стороны, мы понимаем, что это некая полнота. И полнота полная. Но вы не ощущаете себя уже полным нулем? Да нет, ну как это? Субъект ноль, как это? А вот так, ноль. То есть, если вы... Ну, по определению, субъект не объект. Все, по-моему, отнять объект. Нет, если вы захотите дать хоть какое-то определение субъекту, это будет объект. А, через объект, да, что? Вот. Субъект ноль. Объекты субъекта – это все воспринимаемое, вся действительность к нему воспринимаемая. То есть, вот логически, вот это так получилось. То есть, просто объекты в самой полноте берутся. И объекты восприятия, и объекты мышления, и объекты выображения. Все, что только противостоит, ну, или как-то все, что как бы находится в вашем опыте, все это объекты. А проблема самосознания, она связана с телами субъекта. То есть, обязательно нужно вводить понятие тела субъекта. Это объект, специфический объект, перманентно привязанный к системе координат субъекта. То есть, мы различаем, скажем, вещи, которые не привязаны к системе координат субъекта, и вещи, выделенные, которые привязаны. Это физическое тело, ментальное тело. Ну, это как-то непоследовательно двигается. Для того, чтобы привязать к чему-то, надо это что-то иметь. Нет, нет, нет. То есть, мы сами понимаем... Но как-то мы понимаем, если субъект 0? Нет. Вот я различаю стол от компьютера. Различаю. Дом от... Дом неподвижен, это двигается. Да, я различаю. Я могу выбрать предикат, по которому отличить машину от дома, да, скажем. Двигается, стоит. Вот. Я могу выбрать предикат, которым отличается мое тело от стола. Да. Этот предикат я могу назвать телесность, тело. Но только никакому субъекту оно не привязано. Нет, почему? Нет, относительно моего... Это только относительно меня, моего субъекта. Я понимаю. Оно привязано ко мне, потому что где бы я ни был в сознании, оно всегда со мной. Это просто тот объект, который чаще всего встречается у вас. Нет, не чаще всего, а всегда. Ну, пускай даже всегда, но это... Так это и есть определение. Нет, это и есть определение тела. Тот субъект, который постоянно встречается в сознании, в точке его внимания, в точке его внимания, называется телом. Это определение. Просто определение. То есть те объекты, которые не находятся в точке внимания, в центре внимания, это не тела, а те, которые всегда, это тела. Просто определение такое. Ну так же я определил дом, это объект, который не движется, машина, это объект, который движется. Начало моей действительности называю я тем, условно будем называть телом. Хотя, может быть, можно выобразить себе такой опыт, что-то вроде медитации, где как бы... Да, есть внезвестный опыт, есть. То есть, да, действительно, есть ситуации, поэтому вопрос ставится так, что, а действительно ли тело всегда находится в системе, как надо? Нет, во сне ты можешь находиться... Всегда летело тело. Да. То есть, то определение, которое я дал, да, всегда верно выполняется. Другой вопрос, но определение, которое вот в обыденной жизни мы даем. И дальше можно различать разные тела. То есть, есть, скажем... А это рассуждение по теле, оно вот имеет отношение... Нет, нет, не имеет. Это ответ на вопрос, что такое самосознание. Вот то, что мы относим свое сознание на тела различные, вот это называется самосознание. Не на сознание, а на свои тела. На свое мышление. Нет, ну, дальше же можно... Во всем мире, даже, казалось, оказалось, на тела, на предметы, на вещи, то есть, на некое множество. И на операции над ними. То есть, на множество функционалов, которые построены над этим множеством. И, казалось бы, мы я относим к нашим действиям. К люблю, ненавижу, поступаю, смотрю, я мыслю. И это будет совсем другие. Я мыслей уже нету среди мира объектов. Нету. С другой стороны, она есть, но как функционал надо это поставить? Это, ну, функционал, я не знаю, я бы отнес это к объекту, к телу, к ментальному телу. И получается, что раз у нас есть такое различение на операторы, на множество и операторов над ними, то таким образом у нас мы можем и говорить в каком-то смысле объективно и о субъекте. Какие мысли? Чем я не разговор? Нормальный, декатовский разговор? И тела никакого не нужно? Ну, нет, тело-то нужно в любом случае. Ну, кому как? Нет, а, ну, для них тело. В смысле, для них тело. То есть, для чего я ввел понятие тело? Для того, чтобы сказать, что такое самосознание. Вот ощущение себя, ощущение своих мыслей, ощущение других своих тел, это и есть и самосознание. Это не сознание своего сознания. А потому что сознание является объектом. А мы самосознание называемое сознанием своих тел. А-а-а-а. То есть, выделение тела ощущение... А сознание не объект, да? Сознание само не объект. Ну, но почему, оно можетузнание не объект. Ну, мы же его называемое по-моему. Хорошо, а metersornero-то? А, то есть сознание... Сознание... Тело объект. На перепонями тела. Самосознание, когда повлагает себя предметной форме? Нет, когда оно концентрирует внимание на своих телах. Монперии, выохнет, пакет Anda. Почему оно повлагает себя предметной форме? Ну, не себя, это не он и не себя, а есть определенный объект, который называется тела. То есть, таким образом, что когда самосознание вылагает себя в предметной форме, оно теряет себя как самосознание и обнаруживает себя в качестве тела. Ну, это разговор, с которым можно работать. Да, да, то есть, это просто та темнология, на которой мы можем поговорить о самосознании. То есть, не вводя понятия тела, мы можем себя. Мы вместо себя схватываем деревяшку, то есть, всегда для себя балотина, есть точка зрения, вы ее тоже представляете, что мы для себя всегда балотина, иначе нельзя. Ну, здесь опять же, не всегда, то есть, когда мы пытаемся выделить, да, а когда, если мы мыслим себя как всю действительность, мы ощущаем себя полнотой. Ну, полнота та же балотина, просто... Ну, нет, не та же балотина, это все-таки полнота. Без сучков, да.